всем салют меня зовут олег гром сразу к делу яркий луч выпустил очередной налобник нет не панду в этот раз гекко 1.0 вероятно 1.0 это версия данного налобника что надеюсь подразумевает дополнение и улучшение в следующих версиях мало какая компания так делает если бы это была американская компания разработчик то они наверняка бы назвали его mark 1 но вот у нас так но это все лирика что мы имеем мы имеем налобный фонарь который с коробки обладает четырьмя режимами и одним пятым мунлайтом и не требует каких-то дополнительных настроек сама коробка хорошая качественная полиграфия магнитная кнопка кстати можно и оттуда вытащить ну собственно магнит неодимовый если коробку не жалко и вы ее вообще выбрасываете вот все что нужно сразу написано на коробке все выполнено в таком за эти спокойном стиле по цветам и шрифтам это приятно встречают по одежке внутри формированный поролон такого же цвета что и коробка в котором лежит сам фонарь силка гель пакет с запасными о рингами и крышкой со встроенным магнитом крышка да у этого фонаря две крышки батарейного отсека одна без магнита другая с магнитом я чего только не припомню что только не видел видел фонари с разными головами сменными в комплекте но со сменной же крышкой не видел никогда по моему что по режимам вообще на режимов гораздо больше как и возможности кастомизации фонаря вот в плане настроек этих режимов драйверы от inferior она позволяет творить чудеса давайте сделаем так в этом видео я расскажу про возможности фонаря из коробки а если это видео за месяц после выхода наберет скажем 300 лайков то сделаем видео или даже стрим где разберем все дополнительные режимы и возможности кастомной настройки данного налобника а пока вы можете сами посмотреть их по qr-коду из инструкции либо по ссылке которая написана там же в инструкции это кстати хорошо многие производители ставят просто qr-код и не дублируют его с ссылкой всегда дублируйте делайте как яркий луч это правильно вернемся к тому что имеет фонарь из коробки 900 люмен в максимуме полтора часа со снижением по нагреву 300 люмен 4 с половиной часа 100 люмен 14 часов 33 люмена 40 часов 1 люмен 25 дней последний один люмен это заявленным онлайн который включается если удерживать кнопку включения тут можно спорить один люмен это мунлайт или уже не мунлайт напишите что думаете до скольки люмен можно считать режим мунлайта по вашему мнению остальные четыре режима переключаются путем удержания кнопки по возрастанию яркости снизу вверх а потом наоборот сверху вниз до минимума мунлайт при этом не включается на минимуме даже если вы начали с него он отдельно и только при включении при двойном нажатии включается максимальный режим из любого другого режима и также по двойному нажатию возвращаются в предыдущий режим который был память есть на все кроме мунлайта свет обеспечивается диодом samsung lh351d high creed нейтральной 4000 кельвинов и цветопередача выше 90 серой максимально здесь 900 люмен светить будет так ярко до того момента пока внутренний термоконтроль не решит что начался перегрев и не понесет эту яркость все это фокусируется тероптикой и и же хорошо и мягко рассеивается вообще отходя от оптики могу сказать что цветопередача очень приятная не зеленит не желтит не синит не знаю честно говоря к чему придраться очень приятный свет по заявлению производителя дальность 85 метра на глаз 60 метров уверенно но это вы все посмотрите в ночных тестов по окончанию видео размеры длина 100 4 миллиметра высота 24 миллиметра диаметр 21 миллиметр дизайн этого налогника вроде бы так и просится в универсальной фонари будь здесь клипса а ее здесь нет как так-то я честно говоря не понял что произошло и кто устроил диверсию яркого луча но клипсу в комплект не кладут но ничего есть у меня откуда взять клипсу и посмотрите она здесь стоит как родная и вообще превращает фонарь универсального монстра конкурирующий с тем же скилл хантом и по цене и уж возможностям тем более очень надеюсь что либо они начнут выпускать клипсу отдельно либо когда-нибудь начнут ее комплектовать хотя фонарь и налобные но терять половину функционала использования только потому что нет клипсы это странно но вся форма фонаря это предполагает что клипса нужно материалы привычные авиационный алюминий с анодированием третьего типа матовая на ощупь поверхность волнообразно выбраны радиатор кстати довольно приличный удобная кнопка управления с индикацией которая показывает уровень заряда батареи например 70 процентов заряда светит зеленым от 70 до 30 светит зеленым с красным меньше 30 осталось светит просто красным диодом можно и вручную проверить заряд для этого нужно нажать на кнопку фонаря четыре раза при этом будут переключаться режимы не пугайтесь да и после этого фонарь мигнет от одного до пяти раз в зависимости от степени заряда жаль конечно что не так как у nightcora когда те умели моргать показывает точное напряжение на элементе питания но тут же надо подумать кому-то может быть проще что эта система от 1 до 5 морганий и все равно ему на напряжение может он не понимает в этом а кому-то наоборот по напряжению нужно в общем есть две системы в этом фонаре проверки акб свет на кнопки и моргания по запросу и это хорошо сам корпус себя вмещает хоть защищенные хоть незащищенные аккумулятор 18 650 размер которых от 65 длина до 71 миллиметра ну то есть вообще приятнейший разброс производитель рекомендует защищенные я кстати тоже но безопасность лишней не бывает накатка только на крышке батарейного отсека плюс на самом корпусе есть места под удержание на резиновом основании на головного крепления крышки как вы помните 2 это что с магнитом имеет очень мощный неодимовый магнит настолько мощный что по размеру крышка отличается от той что без магнита и это сразу вызвало желание во мне проверить что там как он держится а держится он так что если не трясти то будет держаться то есть не так уж очень хорошо по ощущениям фонарь хоть и без батарейки крышки и с магнитом весит всего лишь 48 грамм но все вместе придают ему ну не то чтобы достаточно большой вес в общем магнит при тряске не особо удерживает фонарь только в статике наголовное крепление в том в котором лежит сам фонарь и она основательная мощная такое и в то же время легкая резина или что там за материал его не пожалели голову не жмет регулируется легко фонарь тоже внутри сидит уверенно может разворачиваться кнопкой в любую сторону как вам удобно справа слева ленты мягкие с нанесенным слоем антискользящего силикона или что-то подобное чтобы держаться на каске и вы знаете прекрасно держится на каске и не соскальзывает если бы не одно но центральная лента перепутана вверх ногами при комплектации и нанесенный слой силикона оказывается сверху то есть не создавая никакого трения но это не беда можно перекинуть ее вручную и все станет как нужно длина лент с запасом даже на каску тут все вообще в лучших традициях профессиональных налобных фонарей которые можно найти за бюджетную цену в общем и целом с креплением кроме того что лента была верх ногами 1 ну и то наверное многие бы это не заметили до тех пор пока не решили надеть его на каску претензий у меня нет мое оценочное осуждение следующее фонарь из коробки работает так как и должен работать налобный фонарь даже если вы захотите поиграть с режимами и запутаетесь в них то всегда можно нажать 12 раз щелкнуть каблучками и все настройки сбросятся до заводских то есть ровно до того момента как вы его впервые достали из коробки это вообще отдельной похвалы заслуживает если честно свет хороший 4000 кельвинов не кажутся теплыми как иногда это бывает он реально приятный нейтральный свет по отражению цвета передаются естественно правильно вес в полной укладки без магнита примерно 150 грамм вес без наголовного крепления и без магнита примерно 97 грамм в общем есть и легче есть и тяжелее но на голове вес не ощущается правильно если лямки настроить плюс большая площадь у резинового крепления фонаря мне лично хотелось бы увидеть здесь клипсу тогда фонарь превратился из налобного в универсальный наверное больше придраться пока что не к чему цена примерно 40 долларов более чем адекватно а что еще на все яркий луч в очередной раз угождает как требовательным любителям фонарей так и обывателям нужен вам такой фонарь или нет никто кроме вас самих решить не сможет я как любитель налобников доволен светом режимами и дополнительными возможностями о которых напомню мы поговорим если наберем 300 лайков за месяц с начала выхода этого видео наверное в прямом эфире это будет вообще идеально ну или когда будет настроение потому что мне кажется это вообще немногим нужно вот как раз по лайкам посмотрю кому вообще это интересно или нет дополнительные возможности наверняка я что-то забыл упомянуть но бывает на все ваши вопросы я отвечаю как обычно на прямых эфирах они проходят как здесь так и на лайв-канале и даже в телеграме теперь так что подписывайтесь в общем спасибо всем кто поддерживает видео лайками комментариями репостами и донатами с вами был олег гром яркого вам света тогда когда он нужен и Продолжение следует... Продолжение следует...